Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы проводим очередной вебинар на тему линейный тепловой пожарный извещатель серии ТПТС, сделанную в России. Вебинар уже была показана на МИПС 2016 года и в конкурсе на лучшую инновацию по кабель с подтверждением температуры срабатывания занял второе место и был награжден. Я получил рекламу и вот таким вот кухом. Термокабель достаточно хорошо известен. Применяется в пожарных сигнализациях пожарной безопасности. Применение термокабеля очень обширное. Это и кабельные трассы, конвейеры, трансформаторы, электрическое оборудование, башенные охладители, морозильные камеры, ангары для самолетов, гаражи, крытые мосты, резервуары, хранилища, тоннели, хранилища жидкого топлива, метрополитен, различные промышленные оборудования, мосты, пирсы и так далее. Благодаря конструкции термокабель позволяет защищать оборудование при непосредственном контакте с защищаемым объектом от пожарных извещателей другого типа, всех остальных. Идет высоковольтная линия электропередач и термокабель просто-напросто обмотан, обматывает эти вот огромного размера, огромного сечения электрические кабели. Перегрев кабеля при повышении нагрузки и до образования дыма, и до образования, естественно, и пламени, тем более, мы получаем сигнал пожарной опасности. Для защиты, вот как и кабельных лотков, кабельных трасс, нужно учитывать эксплуатации и грамотно выбирать термокабели. За защитой обычных помещений, где рассматривается температура в процессе эксплуатации, здесь нужно учитывать максимально допустимую температуру оплаты кабеля. В зависимости от типа кабеля, температура может составлять 70 градусов и даже 90 градусов. Соответственно, если мы берем и устанавливаем, исходя из температуры в помещении, термокабель с температурой сработки 68 градусов, мы будем периодически получать ложные срабатывания. И это приведет к необходимости изменения проекта и с большей температурой срабатывания. То есть нужно внимательно смотреть, именно какой объект защищается и выбирать температуру, исходя из температуры эксплуатации данного оборудования. Защита высоководных трансформаторов наружных сооружений тоже может сопрягаться с конструкциями систем пожаропрошения, как вы здесь видите. электрооборудование защищается, тоже вот здесь видно, термокабель проходит и защищает кабельную линию и само оборудование, которое может при выходе из строя быть источником пожара. Очень широко защищается очень много конвейеров. Конвейеры защищаются как поверхней части сооружения и еще две линии термокабеля обычно протягиваются вдоль для того, чтобы обнаружить перегрев ленты в случае заклинивания вот этих вот элементов конвейеров. То есть возникает высокое трение, если здесь выгорает подшипник и при нагрузке такой значительной увеличении трения ленты неподвижный этот вот каток начинает тлить, загорается. Также используется термокабель для защиты башен охладителей и для различных хранилищ горючего. Здесь тоже нужно учитывать, что в зависимости от цвета оборудования температура вот в такой летний солнечный день наружной оболочки будет меняться. У нас температура максимальная может быть летом достигать градусов 35, то вот такая цистерна может нагреваться градусов до 50-60. если у нас оборудование черного цвета, например, как вот здесь представлено на этой фотографии, то здесь перепад температур будет еще больше. Если поднести руку к нагретой солнцем поверхности черного цвета летом, то невозможно ее удержать. Из-за болевого ощущения это говорит о том, что температура превышает 65-70 градусов. Естественно, опять же, если мы будем брать термокабель с температурой сработки 68 градусов, то сложное срабатывание и это говорит о том, что неправильно составлен проект. С другой стороны могут использоваться термокабель для защиты холодильников, морозильников, при экстремально низких температурах до минус 60 градусов тоже обеспечивает пожарную защиту. На складках часто используется термокабель тоже по конструкции систем пожар и шейнинг. Ну и необходимо сказать, что традиционный термокабель имеет существенный недостаток. А мы должны контролировать шлейф пожарной сигнализация на обрыв и на короткое замыкание. В данном случае, когда используется термокабель, контроль производится только на обрыв. Обрыв без короткого замыкания это очень редкий случай. Обычно при термокабеля при его изгибе под углом и при обрыве прежде всего возникает короткое замыкание, потому что продавливается термоочувствительный пластик, изоляция разрушается и две жилы термокабеля. Недостаток, с этим недостатком нерелись со времени изобретения термокабеля, то есть уже 80 лет, благодаря уникальным возможностям защиты, высококачественной защиты пожарной, благодаря его уникальной конструкции. Как вы видите, не рассчитал траекторию движения, вставляет термокабель, при этом возникает ложная тревога. Достаточно часто происходит при защите наружного оборудования и вот там, где есть движущиеся механизмы. Ну, еще раз напомню, как работает термокабель. В дежурном режиме находится ток, который задается оконечным резистором и сопротивлением проводников термокабеля. Когда у нас перегрев термокабеля, термопластичная инсталяция разрушается, витая пара стальных проводников продавливает ее, то есть входит замыкание в этой точке и соответственно резко повышается интерфейсный модуль и регулирует режим пожар. производители термокабеля предлагают подключать термокабель напрямую к приемно-контрольным приборам. Ну, нам сказать, что при защите электрического оборудования это недопустимо делать, при защите наружного оборудования тоже недопустимо это делать, поскольку в этом случае все помехи, все электромагнитные помехи, все разряды будут непосредственно поступать на приемно-контрольный прибор, и это очень быстро выведет его из строя. Как известно, шлейфы пожарной сигнализации изложенному в своде правил SP5-13-130 старается прокладывать вместе с силовыми кабелями. Если непосредственно термокабель прокладывается таким образом, то это происходит нарушение этого требования. если мы используем модуль мониторинга, в нем обеспечивается защита как и грозозащита от электрических разрядов магнитных помех. Там стоят варисторы, стоят разрядники, обеспечивается гальмоническая развязка с приемно-контрольным прибором, и тем самым мы обеспечиваем надежную работу в организации. Чем отличается термокабель изобретенный недавно протектор вайер, что проводники, в отличие от классических термокабеля, имеют покрытие. Покрыт медью, другой покрыт константаном. Это проводники с таким покрытием термопаре класса Т. С термопарами многие, наверное, хорошо знакомы, даже сейчас выпускается очень много цифровых термопаров. вы подключаете к вольтметру термопару, там уже обеспечено без различных проводников, и можете измерить с помощью такого тестера температуру комфорки, например, либо какая температура у вас в холодильнике. очень широкое применение термопары нашли в промышленности именно для контроля температуры в автоматизированных системах технологических обеспечениях, технологических процессов. И вот этот же принцип был применен для то есть есть два проводника с различным покрытием, и когда у нас происходит разрушение изоляции от температуры, соединение образуется термопара. Значит, есть горячее соединение, холодное соединение, и в интерфейсном модуле производится измерение ЭДС и определяется температура в точке закоровки. Естественно, нужно использовать специальный интерфейсный модуль, который обеспечивает выполнение этих функций. Если у нас закоротко произошло при низкой температуре, подтверждение температуры не происходит, и фиксируется сигнал неисправности, и отдельным проле можно передать на приемно-контрольный прибор систем пожарной сигнализации, именно сигнал, что у нас произошло короткое замыкание. Если у нас температура срабатывания равна порогу срабатывания данного термокабеля, либо выше сигнал пожара, включается сложное срабатывание при закоротке термокабеля при отсутствии пожароопасной ситуации. Сигнал неисправности не блокирует сигнал пожара. Допустим, у нас произошло замыкание термопары. Определю, что температура точки замыкания составляет порядка 25 градусов, то есть равна температуре окружающей среды. Если в дальнейшем мы будем нагревать этот участок короткозамкнутый, и температура достигнет обатывания, у нас сигнал неисправности спрасывается и включается сигнал пожара. Не допускается блокирование сигнала пожара, какими-либо сигналами, в том числе неисправностью. Дальше, если у нас температура в точке закоротки начинает падать, то тогда на интерфейсном модуле находится максимальный уровень температуры, который был зафиксирован, и в реальном масштабе времени отображается текущая температура. на выставке у нас был действующий макет, который показывал, как все это дело происходит, и очень большой интерес вызвало эта демонстрация, потому что наглядно показывалось, как происходит функционирование данного устройства. отображение текущей температуры максимальной конечно дает очень много информации для контроля развития очага. Используется для подключения термокабеля с подтверждением температуры срабатывания модуль PIM 530D подключение как радиального типа, это класс B по международной классификации, так и кольцевое подключение. При кольцовом подключении, если у нас происходит где-то обрыв или отсоединение вот этих контактов, у нас работоспособность сохраняется, при этом отображается место обрыва. терминалы выход и вход могут подключаться и соединительные кабели, но и естественно соединительные кабели должны быть тоже термопарные, тоже с покрытием типа T, с покрытием константант и недь. Все соединения идут полярно. Недь считается положительным проводником, константант отрицательным. и полярность обязательно нужно сохранять. Ну и конечно необходимо сказать, что обязательно отображается расстояние, на котором произошло короткое замыкание, либо где у нас обнаружен очаг. также много есть дополнительных устройств, которые облегчают тестирование и эксплуатацию термокабеля. Рекордно большой срок эксплуатации, серийные образцы эксплуатируются до тех пор, и срок эксплуатации уже составил где-то превышает 70 лет. Поэтому дополнительное устройство разработано для тестирования термокабеля, чтобы не греть его и не тратить каждое тестирование, потому что после разрушения изоляции изоляции естественно нужно этот участок термокабеля переставлять оконечный резистор уже на нормальную часть термокабеля. Чтобы не тратить термокабель, имеются вот такие стандартные зоны, зонды, то есть это термопара, которая уже имеет закороченное состояние, уже выполнена термопара, вот в таком металлическом зоне, и есть мини-зон, более короткий, с более меньшим разъемом, подключаются они параллельно термокабелям, используются, в принципе, можно произвести рассоединение в какой-то точке и подсоединить этот зон, дальше мы можем его нагреть и фиксировать, какая температура у нас отображается на интерфейсном модуле, когда он переходит в режим пожар. Чтобы нам дополнительных соединений и рассоединений не производить, то имеется такая клеммная колодка, которая позволяет дополнительные контакты именно для подключения зонда. Коннекторы, естественно, тоже должны иметь покрытие и иметь константан, то есть это термопарные разъемы, так называемые, только их можно применять для соединения участков термокабеля с подтверждением температуры срабатывания. Обычные клеммные колодки здесь не допускаются применять. Также вот есть зонная коробка, в отличие от зонной коробки номером 4, вот ZB5, она имеет больший размер для того, чтобы в нее поместилась вот эта клеммная колодка. также можно использовать зонт с двойной термопарой для того, чтобы определить на какая точность измерения температуры интерфейсным модулем PIN530D. Вы видите, что к одной термопаре подключается интерфейсный модуль, к другой термопаре подключается прецизионный измеритель температуры, параллельно они должны показывать одну и ту же температуру. Ну, вот сколько мы тестировали на выставке, до выставки и после выставки, это очень высокая точность измерения температуры, порядка 1-2 градусов составляет ошибка, что является очень хорошим показателем для теплового пожарного извещателя. По номенклатуре пожарных извещателей, которые в настоящее время уже выпускаются в России по лицензии компании Protector Wire. Три серии термокабеля температуры срабатывания в оболочке ПВХ и в авторполимерной оболочке. температуры срабатывания одни и те же, 68 градусов, 88 градусов, 105, 138 и 180 градусов. То есть широкий спектр для выбора различных условий эксплуатации использования как наружных установок, так и внутренних. по условиям эксплуатации необходимо обратить внимание, что максимально допустимая температура эксплуатации отличается где-то на 20 градусов ниже температуры срабатывания примерно. различия, если мы берем термокабель на температуру срабатывания 180 градусов. Термокабель серии ТПТС в оболочке ПВХ, то у него максимально допустимая температура эксплуатации 105 градусов. Если мы берем термокабель в автор полимерной оболочки, температура эксплуатации у нас допускается 121 градусов. То есть это можно даже его в сауне ставить, хотя конечно там есть другие вопросы. По минимальной температуре эксплуатации естественно тоже. Если у нас оболочка ПВХ, минимальная температура эксплуатации составляет минус 40 градусов, то полимерная оболочка намного шире диапазон до минус 60, до экстремальной низкой температуры. В отличие есть и в условиях эксплуатации по агентам. Если мы берем кабель ТПТС, то в принципе его можно эксплуатировать только в обычных условиях стандартных условиях при наличии различных химических реагентов, сложно сказать какого типа будет воздействие, каким реагентом. Кабель в хтор-полимерной оболочке типа ТПТС Х работает при любых условиях и практически никакие реагенты не разрушают его оболочку в течение десятилетий. аксессуары для термокабеля температуры подтвердения оборудования те же, что и для классического термокабеля, потому что диаметр внешней оболочки тоже составляет так что все подходит кроме клеммников, которые должны быть заменены на коннекторы ТПТС. Это термокабель в производстве в Московской области вблизи Монина. Там же у нас находится и заправочная станция и выпускаются баллоны для систем пожаропрошения, газового пожаропрошения. Огромная производственная площадь. Таких задержек с поставками, с объемами у нас не предвидится. Могу напомнить контакты. Сейчас находится в Москве на 1-й Матичницкой улице дом 3А между метро Рижской и Алексеевской. 5404-104 легко запоминается. Код 495 в нашу компанию при возникновении каких-либо вопросов и естественно для обеспечения поставок термокабеля. нового уникального реализационного термокабеля ТПТС, который не дает в отличие от всех остальных термокабелей ложных срабатанных при коротких замыканиях. Вопросы? Александр, вопрос есть? Так, а участников нашего вебинара какие вопросы? Спасибо, все-таки понятно. Тогда спасибо за внимание. появятся какие-то вопросы, подробности можно найти по работе термокабеля, которая опубликована в первом номере журнала технологии защиты описана процедура функционирования модуля, там можно подчеркнуть много информации, ну и также звоните мне по почте. Мои контакты есть на сайте, сайт наш firepro.ru нет,